Лиза Клейпос, Рейвенеллы, Леди Чертовка Глава первая С Уэстом Рейвенеллом Феба никогда не встречалась, но знала наверняка — это мерзкий, испорченный тип. Знала с восьми лет, когда её лучший друг Генри принялся писать ей из школы-пансиона. Уэст Рейвенелл упоминался в этих письмах очень часто. Злой, бессердечный мальчишка, на поведение которого, как часто случается в закрытых школах, взрослые предпочитали закрывать глаза. Ведь считается неизбежным, что в таких местах старшие мальчики подчиняют себе младших, запугивают, издеваются над ними, а кто жалуется, получает вдвойне. Дорогая Феба, я думал, в пансионе будет весело, а оказалось совсем не так. Тут есть один мальчик, его зовут Уэст, который всё время отбирает у меня завтраки. Наверное, поэтому он здоровый, как слон. Дорогая Феба, вчера была моя очередь менять свечи. Уэст подсунул мне в корзину свечи для фейерверков. Одна из них взорвалась, как ракета, и опалила брови мистеру Фартингу. Он врезал мне тростью по руке. Неужели непонятно, что я сам никогда бы этого не сделал, ведь на меня первого подумают? А Уэст даже не извинился. Говорит, он же не виноват, что учитель у нас идиот. Дорогая Феба, посылаю тебе портрет Уэста, чтобы ты знала его в лицо, и если встретишь, сразу бежала без оглядки. Рисую я так себе, поэтому он здесь похож на клоуна-пирата. Но вообще-то он и ведёт себя как клоун-пират. Четыре года напролёт Уэстон Рейвенелл всячески портил жизнь Генри, лорду Клэру, худенькому мальчику деликатного сложения и слабого здоровья. Наконец, семья Генри забрала сына из школы, и он вернулся в Хернспойт, неподалёку от поместья родителей Фебы. Мягкий и здоровый климат приморского курортного города, его знаменитые морские купания помогли Генри восстановить и силы, и бодрость духа. К большому удовольствию Фебы Генри часто бывал у них дома, даже занимался вместе с её братьями и их наставником. Ум Генри, остроумие, милые чудачества сделали его любимцем семьи Шолом. Был ли какой-то определённый миг, когда детская привязанность Фебы к Генри переродилась в нечто иное? Пожалуй, нет. Любовь росла в ней постепенно и незаметно, как растут тонкие серебристые лозы, чтобы в один прекрасный день на концах их распустились дивные цветы. Вот так и Феба, одним прекрасным днём взглянув на Генри, ощутила трепет любви. Она мечтала о муже, который станет ей и другом, а Генри уже был её лучшим другом в целом свете. Он знал всё о ней, она о нём. Казалось, лучшей парой и быть не может. О браке Феба заговорила первой и была поражена и расстроена, когда Генри попытался мягко её отговорить. «Ты же знаешь, я не смогу быть с тобой вечно», сказал он тихо, обняв её тонкой рукой и запустив пальцы в распущенные рыжие кудри. «Я болен, тяжело и неизлечимо. Рано или поздно болезнь возьмёт надо мной вверх, и я не смогу быть ни настоящим мужем, ни отцом. От меня не будет никакого проку. А это несправедливо по отношению и к тебе, и к детям, и даже ко мне самому». «Почему ты так легко сдаёшься?» — воскликнула Феба, испуганная тем, с каким безропотным фатализмом он принимает свой таинственный недуг. «Мы найдём новых врачей, выясним причину твоей болезни и отыщем лекарства. Как ты можешь бросать борьбу ещё до начала свержения?» «Феба», — мягко ответил Генри, «моё сражение началось давным-давно. Большую часть жизни я провожу без сил. Сколько бы ни отдыхал, мне едва хватает духу продержаться до конца дня. «У меня хватит сил на нас обоих». Феба положила голову ему на плечо. Всё её тело охватило дрожь от переполнявших чувств. «Я люблю тебя, Генри. Позволь мне позаботиться о тебе. Позволь быть с тобой столько, сколько отпущена Господом. Ты заслуживаешь лучшего». «Генри, ты меня любишь?» Большие мягкие карии глаза его блеснули влагой. Так, как только может мужчина любить женщину. «Что же нам ещё желать?» Они поженились. И девственник, и девственница только в первую брачную ночь со смехом и неловкой нежностью открыли для себя тайны любви. Вскоре появился на свет их старший сын Джастин, темноволосый, пышущий здоровьем мальчуган. Сейчас ему было четыре года, а два года назад, незадолго до появления на свет их младшего сына Стивена, Генри слёг и вскоре скончался. В последующие месяцы, полные скорби и уныния, Феба вернулась к родным. Но места, где протекало её счастливое детство, принесли ей скудное утешение. Теперь же, когда траур был окончен, настало время начинать новую жизнь. Жизнь вдовы с двумя маленькими детьми. Жизнь без Генри. Как это странно. Скоро она вернётся в поместье Клэр в Эссоксе. То, что унаследует Джастин, когда вырастет. И постарается растить сыновей так, как хотел бы их дорогой незабвенный отец. Но сначала ей придётся побывать на свадьбе у брата Габриэля. Экипаж катил к старинному поместью под названием Эверсби. И в животе у Фебы всё туже сжимался комок страха. В первый раз после смерти Генри она ехала на многолюдное мероприятие и нервничала, даже зная, что будет окружена родными и друзьями. Но не только это заставляло её тревожиться. Невеста брата носила фамилию Рейвенал. Габриэль обручился с леди Пандорой Рейвенал, красавица и умница, и обожающая его, кажется, не меньше, чем он её. Пандору, искреннюю и всегда весёлую фантазёрку, чем-то напоминавшую Генри, нельзя было не полюбить. Те её родственники, с которыми Феба познакомилась во время их визитов в дом Шолонов, тоже вызывали у неё самые добрые чувства. Была среди них Кассандра, сестра-близняшка Пандоры, и её троюродный брат Девон Рейвенал, что недавно унаследовал графский титул и теперь именовал себя лордом Трениром. Его жена Кэтлин, леди Тренир, очаровательная и приветливая дама. Словом, всё было бы прекрасно, если бы на этом список родней заканчивался. Но у судьбы обнаружилось извращённое чувство юмора. Младшим братом Девона оказался никто иной, как Уэстон Рейвенал. Теперь Фебе предстоит знакомство с тем, кто отравил школьные годы Генри, и нет никакого способа этого избежать. Уэстон живёт в поместье брата, наверняка прикидывается важным джентльменом, а сам шатается без дела и швыряет на ветер Девоновы денежки. Припоминая, как описывал его Генри, Фебе воображала себе такого огромного ленивого медведя, что, узнай себе, валяется на диване, пьёт и пялится на прелести горничных, которые за ним прибирают. Как несправедливо, что Генри, такому доброму и славному, было так мало отпущено судьбой, а кретины вроде Рейвенала запросто доживают до ста лет. «Мама, на кого ты сердишься?» невинно поинтересовался Джастин, сидящий напротив. Его старая нянька дремала в углу экипажа. Фебе мгновенно разгладило лицо. «Милый, я вовсе не сержусь. Ты нахмурилась и губы надула, как рыбка!» возразил мальчик. «Ты так делаешь, когда на меня сердишься, или когда Стивен опять намочил штанишки». Опустив взгляд на малыша, который сидел у нее на коленях и дремал убаюканной монотонным покачиванием экипажа, Феба пробормотала. «Стивен сухой, и сердиться мне не на что. Просто, ты же знаешь, я давно не бывала в обществе, так что теперь немного робею. Страшновато снова прыгать в бурный поток. Знаешь, дедушка, когда учил меня плавать в холодной воде, говорил, что не надо сразу нырять с головой. Сначала надо зайти по пояс, подождать, пока тело привыкнет к холоду, а потом уже плыть. Попробуй и ты так, мама». Феба невольно задумалась над этим советом, глядя на сына с радостью и гордостью. «Весь в отца». Генри тоже был умным и чутким. «Ладно, попробую входить в воду постепенно», — пообещала Феба. «Какой же ты у меня умница и молодец, что прислушиваешься к людям». «Я не ко всем прислушиваюсь», — веско сообщил Джастин, «а только к тем, кто мне нравится». Из-за поворота появлялся величественный особняк времен короля Якова. И, встав на колени на сиденье, мальчик с восторгом смотрел. Когда-то дом служил укрепленной обителью для дюжины монахов. Стены мощного здания, покрывала резьба, крышу венчали ряды тонких труб. Этот дом, казалось, крепко стоял на земле, но в то же время тянулся к небесам. «Какой большой!» — с благоговением произнес мальчик. «Все большое! И крыша, и деревья, и сад, и заборы! А что, если я здесь потеряюсь?» В его голосе не слышалось беспокойства, только неподдельный интерес. «Если заблудишься, стой на месте, зови на помощь и жди меня», — ответила Феба. «Я всегда тебя найду». «Но это тебе не грозит, милый. С тобой всегда кто-то будет. Либо я, либо няня. Мы не дадим тебе заплутать». Джастин скептически покосился на спящую старушку, потом снова перевел взгляд на Фебу, и губы его изогнулись в шаловливые улыбки. Няня Брейс Гердл ходила еще за маленьким Генри. Он любил ее всем сердцем, поэтому пригласил присматривать и за своими детьми. Это была настоящая добрая бабушка, дородная, спокойная и ласковая. Мягкие колени ее словно были созданы для того, чтобы туда взбирались малыши, а пухлые плечи, чтобы, уткнувшись в них, оплакивать свои детские горести. Под пышным батистовым чипцом велись белые, как зефир кудри. Физические нагрузки ее ремесла, будь то необходимость гоняться за юным непоседой по саду или поднимать из ванночки пухлого младенца, по большей части перешли к ее молодой помощнице. Зато ум был по-прежнему ясен. Время от времени ей требовалось вздремнуть, но, не считая этого, она по-прежнему прекрасно справлялась со своими обязанностями. По аллее тянулся караван экипажей, который вез целую орду шолонов, их слуг, а также гору кожаных чемоданов и сундуков. Территория поместья, как и прилегающие к ней крестьянские земли, была безупречно ухожена. Живые изгороди и древние каменные стены увивали плетистые розы и глициния с нежными трепещущими на ветру пурпурными цветами. Ближе к крыльцу, там, где останавливались экипажи, воздух был напоен ароматами жасмина и жимолости. Экипаж остановился. Няня, вздрогнув, открыла глаза и принялась собирать вещи в саквояж. Потом взяла у Фебы Стивена, и та вышла вслед за Джастином, который, разумеется, выскочил из экипажа первым. «Джастин!» — смущенно окликнула она сына, в то время как он маленькой юркой птичкой с хохотом пробирался сквозь толпу слуг и родных. Феба видела вокруг множество знакомых лиц. На крыльце встречали гостей Деван и Кэтлин Рэйвенелл, лорд и леди Тренир. Были здесь и родители Фебы, и сестра Серафина, и брат Ива, и Пандора с Кассандрой, и еще десятки людей, совершенно ей неизвестных. Все громко разговаривали и смеялись, охваченные радостным предвкушением праздника. При мысли, что со всеми этими незнакомцами придется вести светские беседы, внутри у Фебы все сжалось в тугой комок. Да уж, из крестого остроумия от нее сейчас ждать не приходится. Как жаль, что на ней больше нет траура и лицо не скрывает вуаль. Краем глаза Феба заметила, что Джастин деловито взбирается на крыльцо. Феба легко коснулась руки няни, которая выходила из экипажа и пробормотала. «Я побегу за ним». «Да, миледи», — с явным облегчением ответила та. Феба даже радовалась, что Джастин помчался прямиком в дом. Это дало ей возможность избежать тягозного общения с гостями. В холле тоже было полно народу, но все же потише и поспокойнее, чем снаружи. Бурными потоками руководил какой-то джендельмен, раздавая указания пробегавшим мимо слугам. Волосы у него были темные, почти черные. При ином освещении он сошел бы за брюнета, но сейчас в лучах света, льющегося из высоких окон, его прическа отливала золотом. Домоправительница что-то говорила ему насчет гостевых спален. Не прерывая ее, он бросил пробегавшему мимо слуге связку ключей. Тот поймал ее на лету и поспешил дальше. Мальчишка-лакей, спешивший куда-то с целой башней шляпных картонок, споткнулся, чуть не упал. Но мужчина, не прерывая своего занятия, протянул руку, поддержал его и поправил покосившиеся картонки. Внимание Фебы привлекла энергия мужественности, которую излучал этот незнакомец. Больше шести футов росту, спортивного телосложения, загорелый дочерно, явно много бывает на воздухе, но в элегантном, явно сшитом у хорошего портного костюме. Любопытно. Может, это управляющий? Но тут ее мысли прервал сын. Заметив, что он отправился изучать замысловатую резьбу на перилах парадной лестницы, Феба вскрикнула, поспешив за ним. «Джастин, ты куда без спросу? Надо было дождаться меня или няню». «Мама, смотри!» Проследив взглядом за пальчиком сына, Феба увидела в основании балюстрада изображенное неизвестным резчиком мышиное гнездо, а в нем целое хвостатое семейство и расплылась в улыбке. Какой неожиданный, забавный штрих на фоне пышности и великолепия лестницы. «Вот это мне нравится! И мне!» Джастин присел, чтобы получше разглядеть резьбу, но тут из кармана у него выпал стеклянный шарик, и со стуком ударившись о паркет стремительно покатился прочь. Феба и Джастин беспомощно смотрели ему вслед, пока все тот же темноволосый незнакомец, вовремя выставив у шарика на пути носок своего ботинка, его не остановил. Домоправительница двинулась прочь, а незнакомец, подняв шарик, переключил внимание на Фебу и Джастина. Глаза его на загорелом лице сияли какой-то неправдоподобной синевой. Быстрая улыбка обнажала ровные белоснежные зубы. Незнакомец был невероятно красив, но по-мужски. Некоторую жесткость и суровость черт лица смягчали едва заметные лучики морщинок у внешних уголков глаз. Казалось, этот мужчина дерзок и всегда готов посмеяться. Но ощущалась в нем и жесткость, как будто он получил в жизни свою долю испытаний, и иллюзий у него почти не осталось. И это, как ни странно, делало его еще привлекательнее. Он неторопливо двинулся к ним, и когда подошел ближе, Феба ощутила окутывающий его запах, приятный аромат свежести, солнца и ветра со сладковатой ноткой осоки и горьковатой дыма, словно он грелся у торфяного костра. Ни у кого и никогда Феба не видела таких темно-синих глаз. И давным-давно уже ни один мужчина не смотрел на нее так. Прямо, заинтересованно, даже, пожалуй, чересчур откровенно. Странное чувство охватило ее, сразу напомнив о первых днях брака с Генри. Темное, смущающее, необъяснимое желание прижаться к мужскому телу. Но до сих пор она испытывала такое лишь к одному человеку, к своему мужу, и никогда не переживала такой огненной ледяной встряски от одного лишь взгляда незнакомца. Растерянная, смущенная, Феба отступила на шаг и потянула за собой Джастина. Но тот не тронулся с места, очевидно решив, что должен первым представиться, и объявил. «Я Джастин, лорд Клэр. Это моя мама. А папы нет. Он умер». Феба ощутила, как ее заливает краска. И не только лицо, а должно быть все тело до кончиков пальцев на ногах. А вот незнакомец, похоже, нисколько не смутился. Присел на корточки, чтобы их с Джастином глаза оказались на одном уровне, и заговорил негромким, низким голосом, тембр которого навел Фебу на мысль о мягком пуховом матрасе. «Я тоже потерял отца, когда был почти как ты», — сказал он мальчику. «Нет, я не потерял», — серьезно возразил тот. «Я точно знаю, где он. На небесах». Незнакомец улыбнулся. «Приятно познакомиться, лорд Клэр». Двое мужчин, большой и маленький, церемонно пожали друг другу руки. Затем незнакомец поднес шарик к свету, разглядывая застывшую в прозрачной стеклянной сфере крохотную фигурку фарфоровой овцы и, отдавая его Джастину, добавил. «Отличная вещица. Играешь в «Выбей шарик»?» «Ага», — ответил мальчик. «В этой игре требовалось кинуть свой шарик так, чтобы выбить из круга чужой». «А в двойной замок?» Джастин помотал головой. Глаза у него загорелись любопытством. «А как это?» «Обязательно как-нибудь сыграем, если твоя мама не возражает». И незнакомец бросил вопросительный взгляд на Фебу. Но так стыду своему не могла и слова сказать. Только смотрела на него во все глаза, и сердце у нее колотилось так, словно пыталось вырваться из груди.